Как навести порядок в своей жизни? За ответом на этот вопрос мы отправимся к китайскому философу Конфуцию. Знакомое нам имя Конфуций – это произнесенное на европейский лад три слова «Кун Фудзи» – мудрец из рода Кун. Рождается философ в 551 году до н.э. в стране, которую сами жители называли Поднебесной. Что это означало для них? Что есть некие законы неба, законы, которые существуют вне зависимости от человека. Они пытаются отразить эти законы на земле, построить страну согласно этим законам. В тот момент, когда рождается Конфуций, это уже не так. Поднебесная представляет собой собрание разнородных, разношерстных княжеств, маленьких и больших, и княжеств Волу, в котором рождается Конфуций, одно из самых маленьких и не самых благополучных. Может быть, поэтому с возрастом Конфуций все больше начинает задавать вопрос, о том, как вернуться к этому порядку изначальному, как вернуться к тому, чтобы жизнь на земле была отражением законов неба. И одним из самых важных понятий в философии Конфуции является понятие «ли». Если переводить это понятие на русский язык, можно перевести как «ритуал», «правило», «церемония». А если говорить о внутренней сути, то это сложный свод правил и внутренних переживаний, которые способствуют проявлению всего того лучшего, что есть в человеке, способствуют соединению его внутреннего закона и закона неба. Следуя ритуалу, человек поднимается над самим собой, над своими инстинктами, над своими отрицательными эмоциями, над своей животной природой, и проявляет то, что свойственно, собственно, человеку, духовную природу, человеческую природу. Как говорил сам Конфуций, следовать ритуалу непросто. Даже у древних не всегда это получалось. Но, тем не менее, ритуал — это лестница, ведущая к определенному ритуалу, и первые ступеньки доступны каждому. Можно сказать, что ритуал состоит из очень важных качеств человека. Это и искренность, правдивость, сыновья почтительность, вежливость, чувство долга, ответственность. И, наверное, самое важное в ритуале, что, с одной стороны, придуман ритуал не людьми, эти законы существуют вне человека, существуют раньше, чем человек, а человек лишь пытается их понять, осмыслить и увидеть, как он будет проявляться в словах и действиях самого человека. Один из вопросов, который задавал Конфуций, любому человеку, встреченному им, как проходит твоя повседневная жизнь. Это действительно связано с понятием ритуал, потому что не так важно, сколько человек узнал, не так важно, какие знания он имеет или умения, важно, живет ли он ими в повседневной жизни, что он применяет на практике. Как говорили ученики, Конфуций, учитель никогда не садился на кривопостельную сыновку, никогда не говорил во время еды, одинаково вежливо относился к любому, с кем разговаривал. Вот это и есть следы следования ритуала. Вы спросите, при чем здесь порядок? Дело в том, что порядок, который получается в нашей жизни, в домах, где мы живем, в каждом нашем дне, он и рождается из такого следования ритуала. Если внимательно вчитываться в слова Конфуция, нужно выделить определенные принципы этого порядка. Вот что получилось у нас. Для того, чтобы в неком целом родился порядок, это может быть комната, это может быть день, это может быть в целом наша жизнь, нужно, чтобы был центр, центр, который отражает смысл и предназначение этого целого. Например, если мы говорим о комнате, для того, чтобы навести порядок, мне нужно очень ясно понимать, это кабинет, это спальня или это кухня, и понимать, что будет тем центром, который отражает смысл и назначение этого пространства. Если я говорю о дне, о дне своей жизни, то мне очень важно понять, для чего я живу этот день, в чем смысл этого дня, и понять, какое событие будет центральным, какое событие будет отражать смысл этого дня внутри моей жизни. Второй принцип. Как остальные составляющие этого целого расположены по отношению к центру, какое место они занимают. Каждый элемент должен найти свое место. И связанный с ним еще один принцип. На этом месте этот элемент должен наилучшим образом исполнить свое предназначение. Допустим, если это письменный стол, он не может стоять в темном углу без доступа света, потому что тогда он не исполнит наилучшим образом свое предназначение. А если речь идет о каких-то событиях дня, запланированных мной, то если они не помогают осуществиться центральному событию, они тоже не исполнят свое предназначение. Например, для того, чтобы встретиться с начальником или пройти собеседование для приема на работу, я должен вовремя выйти из дома, должен совершить этот путь до места встречи. И если этот путь запланирован на после, или я заложил на него мало времени, то я опоздаю на встречу. Путь не исполнит своего предназначения по отношению к центральному событию. Еще один важный принцип – это ритм. Для того, чтобы порядок сохранялся, его нужно поддерживать. Должен быть ритм наведения порядка. Если говорить про день, тут немножко сложнее. Это, скорее всего, о том, что есть вещи, которые должны с ритмом проходить в нашей жизни, иначе они не приносят результата. Например, чтобы у меня были физические силы, я должен восполнять их и восполнять их ритмично. Для того, чтобы было ясное восприятие, я должен высыпаться, и это тоже должно происходить ритмично. Зарядка, завтраки, обеды, ужины, внутренние упражнения, которые помогают мне возвращаться к себе. У всего этого должен быть ритм. Иначе порядка не будет. И последний выделенный нами принцип его можно обозначить так. Целое должно отражать гармонию и красоту. То есть, если после наведения порядка мне некрасиво, если я не чувствую гармонию, значит, что-то не так. Значит, порядок не наведен. У меня должно быть ощущение гармонии от прожитого дня. Или хотя бы от предвкушения этого дня, когда я составляю его храм, его план, скажем так. Это, пожалуй, самый субъективный принцип. Но мне кажется, что у каждого человека внутри есть это чутье, есть это понимание. Гармонично, негармонично, красиво, некрасиво. И самое главное, что это развивается. То есть, с каждой следующей ступенькой мы будем всё лучше понимать, что красиво, а что менее красиво. Я понимаю, что у вас наверняка появилось много вопросов. Пишите в своих комментариях. Подробнее мы рассказываем об этом на курсе «Философия для жизни». У нас есть целая лекция, посвящённая Конфуцию. И мы там рассматриваем не только понятие ритуала. Но так или иначе, надеюсь, что то, что прозвучало, вам пригодится. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok